Добрый день! Сегодня у нас будет вебинар, посвященный давальщикам операциям в 1С и РП. Веду его я, зовут меня Лебедев Андрей Юрьевич, и несколько моментов общего характера, которые я всегда проговариваю перед началом вебинара. Мы будем смотреть, как работают эти операции в демо-базе. Сейчас я на нее переключусь. Если по ходу действия у вас возникают вопросы, вы, пожалуйста, пишите их в чат. Надеюсь, у всех чат доступен. Я постараюсь по мере возможности отвечать по ходу, но в любом случае в конце вебинара я посмотрю, что вообще вы писали, и постараюсь все незакрытые моменты закрыть, на все вопросы ответить. Значит, это первое. Второй момент. Ну, давайте я уже, наверное, переключусь. Значит, смотрите, мы будем с вами смотреть, как это устроено в версии 2.5.8.221. Сразу же важный момент. Версия 2.5.8 содержит определенные изменения в том функционале, который мы будем сегодня рассматривать. Ну, изменения в сторону расширения. Вот, поэтому мы сделаем следующим образом. Сегодня мы с вами рассмотрим базовые моменты, которые позволят вам представить себе общую схему довальщиковых операций, некоторые нюансы их использования. Вебинар длится час. Значит, некоторые общие моменты связаны с их использованием. И у нас, я думаю, что в августе будет следующий вебинар, который будет посвящен исключительно изменениям, которые внесены в последнюю версию 2.5.8. Вот, я все за благо вот так вот поделить, потому что материал достаточно много. Кроме того, здесь есть такой нюанс для того, чтобы в полной мере заработал механизм 2.5.8. Предыдущий механизм надо отключить. Вот, поэтому либо так, либо так. Вот, если включить и то, и то, на самом деле будет работать старый вариант. Давайте я вам сразу это покажу. Значит, производство. Вот, смотрите, вот эти вот настройки. У нас версия 2.5 сейчас отключена. Ну, вообще говоря, потихонечку, конечно, надо на нее переходить. Вот, там действительно очень много чего нового и полезного заложено. Значит, ну, а сейчас, пользуясь тем, что мы уже здесь, давайте посмотрим настройки, которые здесь предусмотрены. По сути дела, здесь есть только настройка, позволяющая включить контроль закрытия заказов переработчику. Ну, и определенные настройки, связанные с обособлением материалов. Вот, ну, с этим мы пока ничего делать не будем. Вот, кроме того, я хочу обратить ваше внимание, что обособление материалов производства у нас тоже допускает определенные настройки. И я сменил вот эту вот настройку, которая была по умолчанию, я поставил по назначению продукции. И чуть позже, но уже ближе к концу я объясню, зачем мне это потребовалось. Кроме того, значит, вот те настройки, которые мы сейчас посмотрели, это настройки, связанные с передачей кому-то. Вот мы взяли свое сырье и передали кому-то на переработку. Есть еще определенные настройки, связанные с ситуацией, когда в роли переработчика выступаем мы сами. Но эти настройки, они уже находятся немножко в другом разделе, в разделе продажи. Вот здесь есть производство издавательского сырья. Ну, здесь, по сути дела, ничего нету. Те настройки, которые здесь есть, они, в общем-то, косметические такие. Опять-таки, контроль закрытия заказов, включить статусы, работа по нескольким заказам, ну и, собственно, включение этой схемы работы. То есть, здесь достаточно все скромненько. Давайте посмотрим, как это работает. Что нам для этого потребуется? Ну, я не буду погружаться глубоко в ситуацию, не буду показывать все те настройки, которые я сделал в базе. Понятно, что я там сделал организацию, подразделение, сделал партнеров, которые потребуются. Я ввел определенные ТМЦ, которые нам тоже будут нужны. Ну и, в общем-то, это, наверное, все. Пожалуй, единственное, что мне еще стоит сделать для того, чтобы это отработать в полной мере. Наверное, давайте я оформлю закупку. У меня... Я оформлю приобретение товаров и услуг. Закупка у поставщика. Так, на основной склад. Поставщик. Так, у нас... Основной поставщик. Так, и я закуплю здесь... Древесину. Значит, будем отталкиваться от практики самой 1С, которая на бебельном производстве все демонстрирует. Ну, вот 100 кубических метров, там по 200 рублей. Вот. Ну, еще раз повторюсь, для нас это не столь принципиально. И я это завтрашним днем сделаю. Так, организацию, естественно, Орион. Наша организация. Вот. Ну, вот. В принципе, все, что нужно сделать. Значит, каким образом мы можем оформить производство на стороне? У нас в разделе производства есть вот такой подразделчик. Значит, мы пойдем по полной схеме, оформим заказ переработчику. Значит, ну, договор здесь не столь нужен. Переработчик у нас есть. Орион организация передающая. Значит, мы хотим получить от него столешницу одну штуку. Получать основной склад. Так, ну, в общем-то, наверное, все. Значит, сырья, материалы, древесина. Количество, ну, на столешницу, предположим, пойдет один кубометр. Ну, пусть будет два. Да. Вот такая вот сложная столешница. И, значит, услуги по переработке. Значит, вот здесь есть маленький нюансик, который надо иметь в виду. Вот это вот учтите. Когда вы выбираете номенклатуру, которая будет фигурировать как услуга переработки, вы ее как бы покупаете. Звучит-то она услуги. Звучит-то она услуги. Но на самом деле тип номенклатуры у этой услуги должен быть работа. Вот это вот имейте в виду, пожалуйста. Так, сумма, ну, предположим, 500 рублей это стоит. НДС 20%. Доставка сырья – это подключение к модулю логистики. Не столь важно для нас сейчас. Значит, ну, валюту давайте мы поставим рубль. Вы имеете, пожалуйста, в виду, что валюта вот здесь и валюту, которую вы указываете в договоре, если вы его заполняете, она должна быть одинаковая. Это очень частая причина, по которой договор вы вроде оформили, а он у вас не доступен. Ну, вроде бы все оформили. Давайте мы проведем этот заказ. Так, статью калькуляции не указали. Ну, давайте будут материалы. Так, прекрасно. Согласовали заказ. Ставим к выполнению. Ну, и здесь, я думаю, мы снова тоже можем поставить «Отгрузить» с основного склада. Вроде бы все замечательно. Так, к выполнению. Поле подразделения «Производственный департамент». Ну, и вроде бы все замечательно. Вроде бы все замечательно. Причем, значит, вот обратите внимание, здесь настройки, связанные с управлением товарного запаса, товарными запасами остались старые. Ну, об этом чуть позже тогда, наверное, на следующем вебинаре. Хорошо, у нас заказ переработчику, он уже полнофункциональный. Мы можем на основании его оформлять документы, связанные с этими операциями. Ну, документы проще всего, конечно, оформлять непосредственно из заказа с помощью механизма создать на основании. Вот здесь есть очень много документов, которые, по сути дела, являются вспомогательными. Я вам сейчас покажу только вот основные, которые являются хребтом вот этой вот схемы. Понятно, что вы там можете какое-то задание, доверенность оформить, но это вспомогательные вещи. Там равно как и оплата по ним. Главное здесь что? Во-первых, мы должны передать сырье. Вот у нас есть документ передачи сырья переработчику. Передача сырья переработчику. В принципе, здесь все заполнено. Ну, цену тут больше. Там справочную можно указать. Давай что-нибудь укажем. В принципе, все, что нужно, у нас есть. Давайте попробуем провести. Ну вот, сырье ушло переработчику. Следующее действие, которое мы должны сделать после передачи сырья. Через какое-то время переработчик нам должен вернуть готовую продукцию. Поступление от переработчиков. Толешница одна штука. Поступает она на тот же самый склад. Проводим. Получили назад столешницу. Что еще мы можем? Мы можем вернуть сырье, если оно использовано не полностью. Ну, предположим, вернули только 0,5. Ну, и последний документ, который нам потребуется, и который завершает эту схему, это отчет переработчика. Отчет переработчика. Он фиксирует, что мы получили. При необходимости мы можем зафиксировать какие-то возвратные отходы. Он указывает, сколько было израсходовано. Он указывает услугу, которую мы получили. Не удалось. Почему? Не хватает 0,5. Почему так произошло? Напоминаю, я намеренно здесь не изменил вот это количество. На самом деле, нам полкуба вернули. То есть, переработчик реально использовал полтора куба. И эту величину мы здесь и должны поставить. Ну, вот, в общем-то, и все. После того, как мы все это сделали, мы заказ переработчику можем закрыть. Итак, я еще раз повторю, как это работает. Мы делаем заказ переработчику. Мы делаем передачу сырья. Далее мы делаем поступление при необходимости возврат. И завершают действия оформления отчета переработчику. Вот такая последовательность. В принципе, все достаточно просто. Теперь давайте усложним ситуацию. Ситуацию мы усложним с вами как? Сейчас я просто сделал заказ переработчику. И этот заказ мы с вами отработали, оформили все необходимые документы. Но, вот, мы никак этот заказ не подключили к нашей общей производственной цепочке. То есть, ничего у нас не произошло. На самом деле, это, конечно, не так. И у нас что-то там должно происходить. И производство может возникнуть уже в необходимость передачи. То есть, довальц переработчику может возникнуть уже в ходе нашей производственной деятельности. Каким образом у нас операции по переработке, давайте не будем путать. У нас есть производство из довальческого сырья и у нас есть переработка на стороне. Так вот, каким образом переработка на стороне подключается к нашему общему производственному процессу? Есть два способа. Во-первых, мы при создании ресурсной спецификации... Давайте я создам ресурсную спецификацию на изготовление столешницы. При изготовлении этой самой ресурсной спецификации... Мы можем в каком-то этапе предусмотреть производство силами переработчика. На самом деле, мы это можем не делать. Значит, каким образом? Предположим, столешницу мы используем где-то дальше в производственном процессе. Ну, скажем, мы производим там какой-то стол. Давайте, чтобы не путаться, я там быстренько его создам. Так. Вот, предположим, я создаю стол. И для того, чтобы создать стол, мне потребуется столешница. Это та номенклатура, которая используется в сборке. Что я могу сделать? Я могу здесь оставить обеспечивать. То есть, будет со склада программа пытаться взять эту самую столешницу. Причем здесь переработка на стороне. Дело в том, что у нас существует такой способ обеспечения потребности, как производство силами переработчика. Мы можем здесь даже указать конкретного переработчика. Например, тот, которого я использую. При необходимости я могу заполнить все, что необходимо для оформления заказа переработчику. И я могу для данной номенклатурной позиции столешница установить на этом складе вот такой способ обеспечения потребностей. Производство силами переработчика. К чему это приведет? Когда я создам заказ на производство и создам этапы, появится потребность столешницы. И я точно так же создам заказ переработчику, но заказ переработчику я создам не вручную, а по потребностям. Я неоднократно уже показывал, как работает эта обработка. И если у нас есть потребность столешницы, если у нас стоит тип обеспечения производства силами переработчика, и если данный способ обеспечения задан для столешницы, вот эта вот обработка, она нам сформирует заказ на переработку. Дальше вы с этим заказом будете работать точно так же, как я вам показывал до этого. То есть вы будете оформлять все вот эти вот документы. Но, возможно, пойти немножко по-другому. Давайте мы вернемся с вами к... Столешница. Я все-таки... Вот это вот я уберу. Это не нужно. Здесь у нас будет столешница. Так. И обратимся к этому. Значит, у нас есть этап. Давайте я его как-нибудь обзову. И укажу производство не собственное, а производство силами переработчиков. Подразделение я укажу. И задам переработку. Естественно, мне тут надо будет добавить услугу, статью калькуляции. Но стоимость этой услуги не установлена, поэтому ее там придется заполнить. Причем, ну, давайте мы сейчас установим статус действует. Так. Не виднено ни одной строки. Да, это правильно. Добавим. Добавим. Древесина. Древесина. Количество 2 куба. Способ обеспечивать. Ну, вот, в принципе, все. Устанавливает статус действует. Так, кстати, у калькуляции материалы. Устанавливает статус действует. Вот, ну, вот, как бы все. Значит, у нас есть спецификация. Я сейчас быстренько пробегусь по всем остальным, основным этапам производства. То есть, я создам заказ. Предположим, мне потребуется одна столешница на основной склад. Ну, вот, пожалуйста. Значит, ставим к производству. Замечательно. Замечательно. Теперь мы можем идти на управление очередью заказов. Здесь что нам нужно сформировать? Так. Сейчас проверю. Это оно? Да, оно. Мы здесь формируем этапы производства. Так. Смотрим диспетчирование этапов. Вот у нас единственный этап. Он требует уточнения. Ну, здесь не проставился склад. Я не настраивал способы обеспечения. Давайте я... Так. 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 Формируется... Формируется... Так. Количество... Все проще сделаем. Вот. Вот. Тут вот мы видим навалы, которые уже появились после изменения работы системы обеспечения. Да. Мы видим, сколько нам доступно. Так. Сделали. Выпуск есть. Так. Так. Ну, давайте. В принципе. Мы можем его уже передать к выполнению. Вот. И теперь... После передачи к выполнению мы можем создать заказ переработчику. Ну, здесь вы видите уже все то, что уже видели. Ничего нового здесь нету. Услуги переработки. Но это я вас предупреждал. Они автоматом пока не встанут. Так. Все, в принципе, правильно. Ну, здесь мы договор не использовали. Поэтому оставим как есть. Так. Значит, в принципе, вот все, все, что требуется сделать. Это поступление. Значит, в принципе, всю остальную работу проводится уже в заказе переработчику. И добрый совет. Значит, если вы будете работать по такой схеме, очень внимательно следите, пожалуйста, за датами документов. Система вот здесь немного капризна. И она может дату выставлять не совсем правильно. Особенно если дату и время. Особенно если вы работаете одним днем. Поэтому с датой и временем надо быть поаккуратнее. После того, как вы отработаете заказ переработчику, вы можете вернуться в этап. Там его надо будет просто закрыть. Все. Больше ничего там делать не нужно. В принципе, система, она и при работе в заказе переработчику необходимое управление в этапе осуществляет. Вот. И это то, что касается передачи в переработку. Значит, вы пока ничего мне не говорили. У вас какие-то вопросы возникли по этой схеме? Так. А что значит переработчик оказывает только услуги? Объясните мне, пожалуйста. Ну, мы сейчас будем это рассматривать, но немножко в другую сторону. Вы из столешницы передаете, столешницу получается. То есть, что вы отдали, то и приняли назад. Хотя, вот, понимаете, здесь не совсем понятно, зачем вам такие сложности. Если вы хотите реально физически отражать в системе сам факт физической передачи, вот этой вот, ну, скажем, столешнице, переработчику ее возврат назад, если вот эти вот материальные операции для вас важны, ну, тогда да. Согласен, в этом случае имеет смысл вот эти вот такие сложности. А так, если речь идет только о каких-то нематериальных вещах, ну, купите просто работу переработчика. Купите работу и там спешите ее на тот или иной выпуск или прям напрямую в выпуске используйте. Так можно делать. То есть, в принципе, вот данная схема, она в ситуации, когда оказываются только услуги, она еще раз повторю, имеет смысл только в том случае, если вы отражаете вот этот вот переход ответственности за ТМЦ. А реально отдаете что-то на сторону, реально забираете что-то со стороны, тогда да. Да, все совершенно верно. Если вы работаете без заказа, то именно так. Но я честно вам скажу, вот до 258 я старался всегда все-таки делать через заказ. Он дает дополнительную аналитику, которая позволяет потом проще разбираться с тем, что произошло. В 258 там немножечко уже по-другому это устроено, там есть дополнительные степени свободы, то есть там как бы проще. Но, по идее, можете обходиться без заказа. Так, подскажите, пожалуйста, что делать с подобными статьями расходов при производстве? Устаревшие не используются. Вы знаете, у нас был вебинар, скорее всего речь идет вот о чем. Немножечко это сторонний, конечно, вопрос. У нас был вебинар, поэтому посмотрите у нас на сайте, я его точно проводил. Значит, дело в том, что раньше то, что вот было при производстве, теперь на две части разбилось. вот этот вот существует вариант при производстве, и вот этот вот есть вариант. То есть тут надо смотреть, что именно вы собираетесь списывать, какой вид расходов, и в зависимости от этого выбирать квалификацию расходов. Сам принцип немножко поменяли. Ладно, значит, теперь давайте пойдем в другом направлении. У нас та же самая ситуация может возникнуть в обратную сторону. То есть у нас может возникнуть ситуация, когда мы что-то принимаем от давальца, что-то с этим делаем, потом мы ему это что-то возвращаем назад. Значит, принцип здесь абсолютно тот же самый. Ну, чтобы не путаться, давайте я сейчас делаю вот так вот. Добавлю номенклатуру. У нас есть столешница с резьбой, мы ее и будем выпускать. Материалы я просто копирую. Вот вот у нас древесина СИП-2. Так вот. Как это работает? У нас есть заказы давальцев. Упоминаю, что они расположены в разделе продажа. Мы можем создать заказ давальца. Обращаю ваше внимание, что такое реквизит, как договор. Для давальца он обязателен. Договор я делал, но его здесь не видно. Почему? А вот поэтому. Валюту надо сделать рубль. Вот теперь все нормально. Договор там простейший. Никакой специфики, в общем-то, нет. В принципе, когда вы создаете, вы можете что-то там связанных с расчетами, с налогообложением, с учетной информацией поиграть. Ну, здесь исключительно там типовые вещи. Что-то специфического, связанного с переработкой в договоре нет. Номенклатура. Та же самая услуги переработки. 20%. Выпускаемая продукция столешница с резьбой. К обеспечению. Одна штука. Ну, вид цены ни к чему. Обойдемся. Услуги по переработке. 1000. Ну, как по всем. Сырье и материалы. Древесина. Тип 2. 3 куба. По залоговой стоимости. 300 рублей. Но это та стоимость, за которую мы будем отвечать перед давальцем. Ну, и здесь есть спецификация. Спецификацию нам здесь заполнить не получится. Давайте мы ее сделаем. Это будет обычная спецификация на производство. Изготовление, сборка. Толешница с резьбой. Одна штука. Так. Материалы работы древесина. Тип 2. Древесина. Тип 2. Количество 3 куба. Обеспечивать. Статья о калькуляции. Материалы основные. Производственный процесс. Добавляем этап. Добавляем этап. Этап изготовления. И подразделение. Я поставил. Давайте вот это поставим. Цех 0.1. Так. Собственными силами ставим. Ну, вроде бы все. Можем устанавливать. Статус действует. И мы здесь указываем ресурсную спецификацию. Так. Не заполнено. Давайте поставим изготовление сборка. Вторая штука. Средьбы. Так. Доставку не заполняем. Здесь вроде бы все. Предположим, согласован. Проверяем. Дата поступления просят указать. Еще раз. Все нормально. Готов к производству. Ставим к производству. И дальнейшие действия. Они, в общем-то, аналогичны. Давайте мы с вами посмотрим. У нас существует поступление сырья от давальца. У нас существует возврат сырья давальца. У нас существует передача давальца. Имеется в виду передача готовой продукции. И у нас существует отчет давальца. То есть, в принципе, спектр документов тот же самый. Но есть еще один документ, который мы сейчас сделаем. Заказ на производство. Поставим здесь тоже. Так, 0-1. Значит, я, может быть, не совсем корректно делаю с точки зрения организации нормальной базы. Вот. Но для демонстрации примеров так удобнее. Поэтому у меня каждое производственное подразделение, оно само себе диспетчер. Вот. Как бы так проще. Так, ставим производство. Идем в очередь заказов. Ставим цех 0-1. Вот у нас есть производство. И мы с вами формируем этапы по этому производству. Формируем этапы. Ну, собственно говоря, вы видите то, что мы должны увидеть. Идет обычное, нормальное производство. Вот. Есть потребление, есть выпуск. Значит, обеспечение пока недоступно. Мы не принимали это сырье. То есть, в принципе, все здесь стандартненько. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание. И в давальских операциях это важно. Особенно, если вы принимаете, а не отдаете на переработку. Обратите внимание, что у нас обеспечение обособленное. У нас обеспечение обособленное. И у нас выпуск тоже обособлен. И обособление идет под заказ давальцев. Вот это вот важный нюанс. Спасибо. Вот это вот важный нюанс. Значит, ну и теперь я хочу показать вам еще один финт ушами. Вот. Для него спецификацию я уже сделал. Спецификация немножечко нестандартная. Ну, не то чтобы нестандартная, но построена довольно щитрым способом. Ну, я уже это показывал на одном из вебинаров. Ремонт агрегата 001. Что имеется в виду? Ну, значит, вот у меня как раз сейчас идет... Уже был и сейчас еще будет проект, на котором, скорее всего, это будет востребовано. Значит, логика здесь какая? Мы с вами получаем от давальца не сырье, которое мы должны там собрать, переработать, а здоровенный агрегат, который мы должны отремонтировать. Соответственно, спецификация у нас ремонт. В давальских операциях, значит, ремонт, он допустим в данной версии. Значит, у нас ремонт, он будет состоять из двух этапов. На одном этапе мы этот агрегат разберем, потом у нас будет еще один этапик. На этом этапике мы ремонтируем отдельный узел. Ну, грубо говоря, привезли машину, из машины вынули двигатель, и двигатель на какой-то другой завод отправили, на какой-то другой цех. И там с ним какая-то своя история. А потом, на следующем этапе, мы это собираем. Как это выглядит? При сборке, на этапе сборки, мы должны агрегат собрать из узла 001 и узла 002. Причем у нас оба этих узла приходят с этапа разборка. Используется на этапе сборка, приходит с этапа разборка. Но здесь это не видно, но вот здесь, смотрите, получить с этапа разборка, здесь то же самое. Получить с этапа разборка, но при этом здесь еще стоит ремонт по отдельной спецификации. Там спецификация простенькая, просто ремонт идет и все. Там одноэтапный. Естественно, у нас здесь есть побочный промежуточный выпуск. На этапе разборка появляются узел 001 и узел 002. Вот такая вот история. Как это будет работать? Давайте мы сейчас создадим еще один заказ давальцам. Все то же самое. Да. Забыл. Рубль. И сразу же, видите, здесь есть вот такая настройка тип производственного производства. Ремонт. Так. Значит, договор. Услуги. Все нормально. Выпускаемая продукция агрегат. Одна штука. Сырье и материалы для производства тоже агрегат. Вот то, о чем вы спрашиваете. Одна штука. Спецификация. Спецификация, которую я вам показывал. Ремонт агрегата. Значит, она должна здесь тоже проставиться. Проставилась. Ну, неважно, какая сумма. Так, вроде бы все правильно. Согласованно. Давайте проведем. Дату поступления укажем. Все нормально. Производство. Значит, договор я сейчас создам, но сначала давайте я все-таки получу сырье. Так. По поступлению сырья отдавались. Ну, это, конечно, да, сырье. Ага. Ага. Ну, терминология везде одна используется. Сделали. Так. А вот теперь давайте мы создадим заказ на производство. Подразделение диспетчер. Здесь все правильно. К производству. Идем в очередь заказов. Нас интересует 77-й цех. Вот он. И вот здесь, да, давайте я сформирую этапы производства. Испечирование этапов. Что у нас здесь есть? У нас есть этап разборка. Этап ремонт по связанной спецификации. Этап сборка. Этап разборка. На этапе разборка мы получаем агрегат. Обратите, пожалуйста, внимание. Обеспечение обособленное. Доступно одна штука. Выпускаем на этом этапе два узла. Выпуск идет по фиксированной стоимости. На втором этапе осуществляется ремонт. Пришел узел 002. Ну, тут склад надо проставить. Вышел узел 002. И, наконец, на завершающем этапе используются два узла. И идет выпуск под назначение. Давались 003. Вот. Собирается агрегат. Значит, единственное что. Чтобы вот это все работало. Чтобы вот это вот все работало. И чтобы вы получили вот это вот. Вот это вот агрегат. Да. Который вы хотите передать. Вот здесь. Вот здесь. Пардон. Здесь. В производстве надо установить по назначению. Вот. Иначе у вас не свяжется обособление. То есть вы не будете видеть сырье. Ну, то, что вы получаете изначально от давальца. Вот. Вот такая вот история. Значит, ну, в принципе, то, что я хотел вам рассказать, я рассказал. По тематике есть какие-то вопросы? Значит, пока вы пишете, значит, я немножечко еще вам кое-что скажу. Ну, я уже анонсировал, что у нас будет еще один вебинар. И он будет посвящен уже версии 2.5. Но вы уже видите, что здесь несколько больше настройщик. Вы видите, что здесь есть акта расхождения. Здесь там немножечко по-другому с обособлением работает. Там можно кое-что менять в материалах, которые у поставщика находятся. То есть, ну, как бы больше вариантов. Но это вот то, что мы будем разбирать на следующем вебинаре. Какие у вас есть вопросы? Никаких. Значит, что еще? Значит, тоже маленький... Маленькое сообщение. Значит, я тем, кому интересно, хочу сказать, что у нас в Кадерлайне запускается курс, который называется курс аналитика. Курс аналитика 1С. То есть, мы на этом курсе готовим аналитиков-консультантов для работы на проектах по внедрению 1С. Предполагается, что там консультанты, слушатели, в том случае, если они пройдут нормально курсы, выполнят все задания по данному курсу, они будут трудоустроены к нам в компанию и будут работать дальше. Значит, ну, в принципе, у нас первый прогон курса уже был. Я не знаю, может, даже присутствуют здесь коллеги, которые уже у нас работают. Вот. Соответственно, будет замечательно, если кто-то из вас придет и вольется в нашу команду. Значит, по стоимости, по стоимости, честно говоря, не скажу. Но стоимость там достаточно символическая. Вот. Там в основном для того, чтобы вы серьезно к этому относились. А так там деньги небольшие. Тем более, что если вы все проходите и начинаете у нас работать, там вам эту сумму компенсируют и возвращают в первую зарплату. Так, если кому интересно, вы, пожалуйста, напишите, с вами свяжутся. Так, значит, вопрос. Могут ли давалицы переработчик в жизнь в одной базе в автоматизации переворотов соответствующих документов? Заказ в переработку, заказ давалица? Вы знаете, знаете, что я не готов вам ответить. Вот. Интересно, конечно, будет это смоделировать. Я постараюсь уже это сделать тогда на новой версии 2.5. Ну, я вас вопрос зафиксировал. То есть, вы получаете от давалица какой-то сырье и в ходе его переработки привлекаете субподрядчика. Ну, теоретически должно работать. Интересно будет проверить. Приходите на следующий вебинар. Значит, я специально реализую этот пример такой. Самому интересно. Конечно. Ирина, Ирина. А, все, вот этого и хотел попросить. Да. Вот, соответственно, по ссылке у вас есть информация по курсу. Соответственно, можете пойти посмотреть. Там есть программа. Ну, в общем-то, по сути дела, я на этом курсе протаскиваю вас по всей технологии работы, аналитика. Да, там рассказываю, какие документы оформляются, там, как, что делается, на что обратить внимание. Вот. Вся технология работы у вас проходит. Так, ну, если вопросов больше нет, то ссылку, да, ссылка будет. Кстати, кстати, еще один момент хотел вам сказать. Я планирую, я не знаю, как это пока получится, поскольку это как бы был первый, будет первый опыт. Значит, я планирую на следующем вебинаре вот по новому, по новым возможностям немножко пойти по-другому. Помимо ссылки на запись, я вам отдам пример сквозной, который будет реализовываться. То есть, есть новая функциональность, которую заявила 1С. Значит, я вам дам пример, который демонстрирует эту функциональность. И вы в видео сможете посмотреть, как этот пример реализуется. То есть, мы чуть-чуть в сторону уходим. У нас теперь, помимо вот таких вот общеобразовательных вебинаров, у нас будут еще вебинары целевые, направленные именно на новый функционал. Если вопросов больше нету, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok